Дыхание моря, свежесть зимнего леса, оттенки закатного солнца отразились в полотнах Ксении Королёвой-Костровой. Выставка стала первой в этом году в Доме художника и дебютной для самого автора. Персональную экспозицию открыли в день рождения Ксении. Событие долгожданное и оттого невероятно волнительное. Мы тоже волновались, как это будет всё смотреться. И когда посмотрели, развесили работы Ксении, вздохнули с облегчением и решили её поздравить. Ура, она молодец! На суд зрителей девушка отобрала 32 работы. В мастерской осталось в несколько раз больше. Некоторым картинам десятки лет, но от этого полотна не менее любимы. Своим видением мира художница наконец решила поделиться со всеми, хотя начало пути в искусство было тернистым. Я оставалась в художественной школе на второй год. Наверное, не у каждого так было. И несколько раз даже выгоняли. Но они меня всё равно оставляли. Я приходила назад. Это было очень долго и упорно, потому что, честно сказать, я рисовать не умела. То есть это талант, наверное, всё-таки приобретённый. Я больше любитель, чем профессионал. Кисти в руки Ксения взяла в 6 лет. Девочка выросла, получила образование инженера, устроилась работать в строительную компанию, вышла замуж и стала мамой. Но про свою страсть к живописи не забыла. Неординарную ученицу до сих пор помнят в Уссурийской школе искусств. Характер у неё такой грубоватый и вперёд. Понимаете, такой характер. И сегодня я это вижу на выставке. До сих пор я даже не знала, что она рисует и так много. Сегодня первый раз для меня это всё, знаете, как шок, честно, если признаться. Не ожидала от неё, что она сегодня укроет залы нашего дома художника своими работами. Некоторые полотна сейчас поселились в частных коллекциях и только на время выставки переехали в зал дома художника. Например, «Пробуждение» – одна из недавних картин, где изображена весна в окрестностях Каменушки. Там есть одна очень прекрасная заводь, шикарная. Она что летом великолепна, что зимой, что весной. В любом своём состоянии и утром, и вечером просто волшебное место, где можно посидеть, опять же подумать, насладиться пейзажем. Но больше всего девушка любит море. И бушующее с волнами и пеной, и спокойное с мелкой рябью на воде. Вдоволь насладиться пейзажами может любой желающий. Выставка пробудет в Доме художника до 6 февраля. Анна Клыга, Алексей Шаповалов, Телемикс.